всех приветствую едем в соседний город человек позвонил сказал что у него есть проблемы с инвертором описал это как выход из строя инвертора после грозы инвертор от а электроники пообщался с людьми сказали что там два варианта возможно это слетели настройки нужно подкорректировать и второй вариант что все-таки слетела электроника и корректировка там только методом ремонта водно еще такая что человек купил домовладение уже с альтернатива чему необходимо применять средства защиты от разрядов молнии и почему не всегда полезно а очень часто даже вредно применять домашних системах громоотводы молнии от воды как они там правильно панели у нас значит на козырьке у нас лежит там 150 к по моему и две штучки маленькие по 50 ватт вот тут вот на восток смотрят три штуки это 2 сотки скорее всего сейчас по размерам на 24 вольта и вот это вот я проверил это сто пятидесятки тоже одна это дельтовские при панели дельта одна бст другая см что ли там но модификации разные вот такая вот система как и есть что у зипа здесь нет по защите от солнца также нет защиты нет расстояние между аккумуляторами проводами конечно да не маленькая но аккумуляторы обычный свинец судя по надписям 2017 года 2016 года аккумуляторы вот значит говорит вот такой вот такую вещь отключение превышение тока сейчас попробуем убрать максимально зарядку от сети не происходит генерация вот в таком режиме он кричит в настройках я понастраивал здесь режим за зарядки настройки стандартных когда бывает что из-за нехватки зарядного на тока настройки от заряда все напряжение заряда сейчас делом меньше даже чем напряжение на аккумуляторах чтобы зарядка вообще не активировалась соответственно активации зарядки не происходит но все равно вызывается ошибка перегрузки по току далее все автоматы выключал сер здесь все отключал но все равно никаких все равно идет отключение по превышению тока соответственно что-то сгорело внутри сейчас это все хозяйство снимаем и определяемся отправляем на ремонт как владелец сказал либо ремонтируем либо покупаем новые либо продаем всю эту систему так что друзья не пренебрегайте защитами от молнии у зипы хорошее заземление теперь давайте поясню вам почему громоотвод гроза отвод именно частный персональный на вашем доме может быть вреден высоковольтные наводки до которые могут спалить ваше оборудование это вовсе не обязательно прямое попадание молнии в провода которые входят в ваш дом либо провода по линии 220 допустим не обязательно это попадание в солнечные панели это достаточно просто близко близко произойти разряду молнии даже там в 100-100 метрах вот эти электромагнитные наводки которые происходят в момент разряда молнии они именно и просачиваются непосредственно через токоведущие элементы провода от солнечных панелей провода которые входят со столба 220 вольт важном вот именно эти наводки возникшие не от прямого попадания в них в эти провода молнии а именно рядом разряд это была присказка сейчас я вам расскажу что когда у вас нету молнии отвода и придет гроза вариант того что в радиусе 100 метров от вашего дома жахнет молния в землю до произведет те самые опасные для электроники на водки ну теория случайных чисел да там совпадений и все остального она показывает что такое процент такого что чтобы такое случилось очень маленький а вот если у вас на крыше дома будет молнии отвод то как вы думаете насколько сильно вы повысили вариант разряда именно в него в этот молнии отвод поэтому не надо призывать специально молнии к вашему дому хай они жахнут где угодно и меньше делают реально опасных наводок в вашей электронике потратьте лучше деньги а это будет намного дешевле купить и усить там за 2-3 тысячи чем городить эту другую металлическую заземление правильно и все остальное вот это мое мнение о молнии отводе использование что лучше молнии отвод либо паузик я считаю что молнии отвод не нужно прямо не нужно не нужно притягивать к своему дому лишний молнии хай они разряжаются на более высоких и более удобных для них объектах и подальше от вашего дома вы все видели вот такая система собранная человеком не этим даже а предыдущим владельцам этого дома собрано ну я считаю грамотно но немножко вот по системе защиты недоработка получилась все сейчас человек примет решение либо ремонт либо покупка нового либо как он сказал на самом деле ему эта система не нужна посчитаем смету примерно как это было оборудование за сколько можно продать и человек возможно будет давать объявление на авито так что если вдруг регионе кмв кому нужно оборудование альтернативной энергии ну обращайтесь я вас сведу с этим человеком используйте альтернативу там где это можно нужно и выгодно всем пока альтернатива